Перед началом этого ролика я бы хотел порекомендовать вам канал Лекса, здесь вы найдете действительно годные и захватывающие видосы по разнообразным играм, трэш, угар, нарезки, ламповые прохождения и не только, также парень шарит в компьютерных железках и увлекается сборками ПК, в общем подписка обязательно, ну а ссылочку вы найдете в описании. Ребят, всем здорова, с вами я Трипал и как мы с вами знаем, Rockstar каждое обновление любит добавлять в игру кучу нового контента, начиная от обычной одежды и заканчивая бункерами и другими предприятиями, но если вы играете в GTA Online со времен пастгена, то вы должны знать о контенте, который был вырезан из игры, поэтому чуваки, сегодня я вам расскажу о 10 вещах удаленных из GTA Online, надеюсь под этим роликом мы сумеем набрать 5000 лайков, да это много, да это сложно. Но у вас 100% получится, в общем давайте начинать. Итак, первое что я включил в наш список это инкассаторские машины, раньше по сессиям GTA Online катались эти броневики и как только игрок находился рядом с одним из них на карте появлялась соответствующая иконка, затем все что требовалось от игрока это достать бомбу-липучку, подорвать задние двери и забрать свою выручку, обычно с инкассаторской машины дропалось около 10-15 тысяч долларов и давалось 2000 опыта, что действительно очень круто. К сожалению, с выходом обновления особые события в свободном режиме в сентябре 2015 года, Rockstar убрали инкассаторские машины с платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК, хотя в сюжетном режиме и на пастген консолях они остались. Переходим дальше и следующая вещь вырезанная из GTA Online это опция передачи денег, да вы не ослышались, буквально первые 2-3 недели после выхода мультиплеера в меню взаимодействия была опция передачи денег другу или любому другому игроку. Легально можно было передавать до 5000 долларов в один игровой день, но к сожалению разные моддеры, гличеры и так далее каким-то образом могли передавать абсолютно любое количество денег рандомным игрокам, вплоть до нескольких миллиардов, поэтому Rockstar недолго думая удалили опцию передачи денег из GTA Online. На очереди у нас меню создания онлайн персонажа. Те кто играл на PlayStation 3 и Xbox 360 знают, что создание персонажа очень сильно отличалось от Next Gen версии GTA 5. На пастгене нам давалась возможность выбрать своих бабушек и дедушек, чтобы сделать максимально уникального персонажа. Мы могли перетягивать ползунок в сторону отца, чтобы быть максимально похожим на него или наоборот в сторону матери. Также на пастгене мы могли настраивать свой стиль жизни, нам давалось определенное количество часов, которые мы могли потратить на сон, спорт, работу и так далее. За счет этого у нашего персонажа менялась прокачка скиллов и одежда, что действительно было очень круто. Ну и самое главное на пастгене было помимо наших двух доступных для создания персонажей еще три закрытых слота. Все ждали когда же Rockstar добавят возможность создавать третьего, четвертого и пятого персонажа, но этого так и не произошло. На очереди у нас механик. Изначально до 14 февраля 2014 года автомобиль нам доставлял механик прямо на наших глазах. Мы ему звонили, заказывали тачку и после этого он прямо на ней подъезжал к нам, выходил из машины и убегал. Выглядело все это очень круто и максимально реалистично, а не как сейчас машины просто спавнятся за нашей спиной. К сожалению бывали случаи, когда механик царапал нашу машину пока ехал к нам и видимо именно из-за этого его и выпилили из игры. Далее в наш список я решил поставить фейерверки. И не те фейерверки, которые можно было запускать за счет пиротехники, кстати сейчас это также можно делать, а наземные фейерверки, которые были добавлены в игру вместе с обновлением День независимости США в 2014 году. Всего их было 12, различались они между собой лишь только цветами и продавались в амунации. Устанавливать же их нужно было через меню взаимодействия прямо на землю, установив таймер от 0 секунд до 1 минуты. Я не понимаю зачем Рокстер удалили эти фейерверки из игры, но факт остается фактом. Следующее, что также было удалено из GTA Online, хотя на пазгене оно до сих пор осталось, это аирдроп. Да, в GTA Online в открытых сессиях действительно падали аирдропы с различными ништяками. Всего было два типа аирдропов, обычный в котором падали деньги, патроны и так далее, и более эксклюзивный в котором дропалась редкая одежда, футболки, кепки и так далее. Также в этих аирдропах можно было откопать допустим миниган, и это было реально круто. У игрока, у которого не было 120 уровня, мог заполучить для себя это мощное оружие. Переходим дальше, и следующее, что также было вырезано из GTA Online, это разнообразные сексуальные игрушки. Еще давно в файлах игры обнаружили их модельки, но в игру их так и не добавили, что также относится и к анимации, которую вы прямо сейчас видите на своих экранах. Эта анимация также присутствует в игре, но почему-то нигде не используется. Далее в наш список я решил поставить гличи на попадание в Северный Янгтон. Да, раньше постоянно с каждым новым обновлением появлялись разнообразные гличи на попадание в этот заснеженный городок прямо в мультиплеере. Rockstar постоянно их фиксили, но игроки продолжали находить новые лазейки в игре. В общем, к чему я веду? Rockstar, вы зря не используете такую огромную и интересную локацию, как Северный Янгтон. Для вас не проблема добавить туда, может быть, какое-нибудь ограбление для онлайн-режима. Игрокам бы это, безусловно, понравилось, а то солнечный Лос-Антос уже реально потихоньку надоедает. На предпоследнюю строчку я решил поставить гараж, который планировали добавить вместе с обновлением Светская Жизнь. Да, в мае 2014 года Rockstar собирались добавить в игру гараж, который очень сильно отличался бы от других гаражей в GTA Online. Он был бы очень большой, примерно как нынешний гараж офиса на 60 парковочных мест. Вполне возможно, что это и был бы офисный гараж, ну или по крайней мере его бета-версия. Ну и последний пункт в нашем топе это логотип GTA Online. Изначально Rockstar планировали, что он будет выглядеть так, но в самый последний момент передумали. Как по мне это правильное решение, я не думаю, что логотип должен выглядеть настолько сложно. Он должен быть простым и понятным, каким он является в данный момент. А что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, какой из логотипов вам нравится больше всего. Мне будет интересно почитать. Что ж, друзья, на этом у меня все. Вот такой вот получился видеоролик, надеюсь он вам понравился. Если это действительно так, то обязательно оцените его лайком и подпишитесь на канал. Опять же напоминаю, что новое видео выйдет сразу же, как только под этим наберется 5000 лайков. Поэтому дерзайте, чуваки. Ну а тем, кому нужна накрутка и прокачка на ПК без переноса по самым выгодным ценам, то бегом за накруткой обращайтесь в мою группу, где очень быстро и качественно мы прокачаем вашего персонажа по полной. Ну а все остальные ссылочки на мои соцсети, на мой инстаграм, на мою группу вконтакте, на мою личную страницу вконтакте вы также найдете в описании. Ну а на этом уже точно все. Всем огромное, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok